книга для слова божия нет уз 2 тимофею 2 9 православный христианин в тюрьме и на свободе издание второе дополненная барнаул 2000 10 752 страницы книга как она за ламинированная попросили и автобиографию тут мелко мне очень неудобно читать я буду читать прямо с этого вот она автобиография впереди написано мы опускаем из заключительную часть очерка последующих событиях читатель узнает от самого игнатия лапкина николай балашов это священник заместитель председателя патриархии московской по внешним связям в деле объединения не объединение признание акта каноническом общении он большое дело принимал и в моем деле везде ходатайствовал генеральной прокуратуре российской федерации и советского союза речь идет восемьдесят восьмой год я просто так держать ее буду а буду считать отсюда говорят да так и в метриках написано что родился я летом 1939 года 10 июня в поселке карповском тюменцевского района алтайского края тяжелый год для тружеников земли начали в колхозы загонять а наши все хотя и веру имели слабую едва под золой уголек дотлевал но однако был страх не только тот страх что вернуться и иные порядки тогда спросят как же так голубчик ты что же это в нею залез то дай-ка отчет так было в тех краях но боялись греха никто не знал что такое колхоз но глядя как туда первыми входили самые горькие босики и лодыри как они грабили вчерашних своих кормильцев люди шарахались в подпол бросали все бежали подальше от этих товарищей только бы не быть с этими босиками в одном котле дедушка наш отец моей матери высокий с длинной седой бородой мудрый старик старовер сухопары и изодраны еще первую мировую в ерманскую бросив все в чарлижском районе в горах когда там начали проводить коллективизацию тронулся в карповку где был основан конный завод номер 140 с ним была моя мама мария и три братика макар филарет и эммануил почему именно туда подался дедушка егор то потому что там стали организовывать совхоз вокруг же только колхозы в совхозе меньше греха там можно просто работать как на производстве но увы и здесь метла пробороздила по деду чинарёву не хочешь ступать раскулачим что из того что ты грыжу нажил что отродясь был без работника наемного в доме это уже не столь важно эти качества нужны были кандидатам в раскулачивание на первой неделе когда только начали собирать ресурсы для индустриализации страны потом пошли те кто просто жил своим трудом побогаче других родина мать посчитала всех этих противленцев пассивников врагами пришли стали у них выгребать все до последнего петуха которого дед чинарёв своими руками и поймал чего берите-ка тоже но эйка горе дед был вятский прицокивал все паря эко горе да ничего переживем забрали приготовленное из белой холстины смертное сшитое платье портки потом забрали ложки посуду сколько нашли в погреб сам полез дед потом помог выбрать и картошку и брюкву выгнали из дома всех на улицу зимой откопали баню от снега деревянной лопатой живут потом родина мачеха вспомнит про подросших ребят они пойдут как погодки и все трое сложат голову у своих артиллерийных артили орудийных лапетов во вторую ерманскую сколько лет прошло все еще помнят на деревне какие были ребята бригадиры труженики 19 лет 20 и 22 такими и смотрят с увеличенных портретов они брали старше моего брата на пять лет старше меня самуила на трактор тому был уже около семи лет а мне два года говорят что я был у них в гостях на печи до столкнул бабушки в чугун супом-то кусок мыла так дедяне остались без обеда надо мной смеялись то весь суп на пену и извел это по рассказам сам помню вот как как пришел с фронта наш отец тихом сорок первом году ему там руку оторвало левую кисть руки отцу было тогда 31 год слову сказать недавно мой племянник марк калашников нашел там в каких-то ресурсах в интернете где мой отец воевал в какой части под аргабушем смоленская область какую награду получил герой войны вот сегодня теперь я подтверждаю слова которые отец говорил документально но пока довезли до госпиталя в красноярске пока дошла очередь пришлось резать сантиметров на двадцать ниже плеча я бегал по избе и вдруг вошел высокий в серой шинели помню что справа от входа в нашу землянку это была русская печь подъем на которой этот контрреволюционер освоил несколько раньше быстро на приступок на скамейку и шмыгнул на печь впереди в переднем углу стоял большой сундук окованный полосами железа человек тот шагнул в сундуку потом повернулся к печи чего-то испужался то это вернулся отец фронта из госпиталя оторванная рука левая спасла отца наши переехали через бор в соседний шарщинский район где и жили родители по отцу раньше димитрий евдокия и дядя степан родной брат моего отца и тетка пелагея сестра его наших там кулачили еще раньше и они бросили дом и захватили единственного брата моего моню самуила бежали в город на производство начинали несколько раз с нуля когда наши переехали в потеряевку меня оставили у дедушки егора крепкой религиозности был дед собирал старушек и читал особым речитативом толстую книгу златоуста в уютной своей землянке сложные из пластов земли рассказывать когда за мной приехал отец мой то я спрятался и сказал не поеду к ним у них хлеб черный как земля летом дед повез меня на велосипеде когда проезжали через урывку встретился на пути на пруду старик который вез рыбу видимо у него на кукане на веревочке то была большая рыба линь и карась и рядом маленький продернутый под жабры мне же запомнилась эта рыба так вот с маленькой сбоку я считал что такая есть она рыба это сдвоенная запомнилась еще как старший мой брат дрался камнями же жгелевым колькой своим товарищем то а я моему брату подносил камушки моя мать прознала про драку то и поменяла на них драной рубахи там не так сошла было мне уже три года от роду снаряды подносил с братом напиши сидим зимой мать за конями управляется с отцом мы до полки дотянулись и снял сняли книгу часа слов все на церковнославянском языке брат уже пошел в школу поля у книги огромные а бумаги нет нигде и брат начал рисовать лесенка на небо и мы лезем туда пять пальцев растопырили крепче держаться так и смотрю на и не на этих человечков долезут ли посты строго блюли если от груди отсажен уже молочного не не а про иное как про мясо и не слышали грех евангелия не было и не слышали про такую книгу мама работала на ферме доила коров это уже потеряевки мы окончательно переехали туда нами брошенный дом был здесь сожжен курящим пацаном шавриным дом отошел колхозу но грамотный дядя степан класса 2 у него было начал хлопотать а тогда не отсылали бумаги то обратно разобраться на месте то давали указания написали к ленину михаил иванович и дом вернули стены одни что успели отбить от огня отец спас всю жизнь 40 лет без одного года то овец то коров а то и вместе самой яркой картиной запомнившийся мне было лето 1945 или 46 года жара парит и влагу балки косили а соку потом сразу за сгребать и в копность носить надо отцу 35 лет маме 33 мама носила мешки по 70 килограмм и более килограммов свободно и отца бог силой не обидел когда дрался под два удара никогда не делал хватало одного тяжела была рука и вот они веселые носят сено подгребают а я на копне накопну взберусь а уже семь лет мне и кувыркнусь и столько радости и кучевые облака ни о какой смерти помину нет мы всегда так и будем жить а соках кусты камыш бальки рядом амутки с рыбой как врезалась все в память когда было трудно тяжело всегда хотелось в эти места прийти все пережить еще раз погрузиться в истому жаркого дня того те облака те с горки узреть дома всегда молились за стола за стола знали молитвы отче наш богородицу достойно слава и другие утром не помолившись не выходили ни в школу не надела также вечером твердая вера в загробную жизнь существование в бога возмездия в будущее вечное мучение в это верил кажется с первого дня своей жизни или еще раньше дедушка и бабушка по отцу тоже были весьма религиозная отец жил совершенно мирской жизнью любил выпить и слов не подбирал подходящих особенно подвыпивши в чем меры никакой не ведал но за стол и за стола не помолившись не допускал нас и сам крестился и кланялся что за молитву он читал так и не смогли узнать говорил рассказы что слышал от матери своей про ноя в потоп про страшный суд здесь мы в гостях а там навсегда говаривал как-то брат мой аким нас слушавшись марии ванны в школе то что бога нет пришел домой с подобным ультиматумом и сел за стол не помолившись отец получил уведомление об этом от матери и зажав головенку молодого атеиста между ног проучил ремнем на пользу пошло уже из-за стола вышел верующий помолился а сейчас служит батюшка и вера крепнет день ото дня была псалтырь в кожном переплете то в деревянных корках когда я научился читать то стал тайком брать эту книгу учить псалмы из этой веры побеждать и собак и людей особенно на уроках учиться хотел очень сильно и когда старший брат самуил учил уроки я лез а он давал мне полбу отец за ведро картошки купил мне букварь когда мне было пять лет то я прошел его весь и уже читал газеты и писал до школы школу не пускали у нас было в живых то 10 ребятишек надо было пеленки стирать водите страсть как не любил когда новый ребенок появлялся мне сказали что берут их из проеденной крысами норки в углу пола я ее заваливал когда пол подметал то забивал но дети все равно появлялись и приходилось водиться когда наступило 1 сентября меня опять не пустили в школу а мне уже было шесть лет я выходил в проулок за вениками чтобы подмести дом на кухне было в раме нижняя стеклышко которая выставлялась и вот я это выставленное стеклышко выставил вылез и пошел в школу пока ребенок спал до школы не дошел одного дома не знал где эта школа потому что школа была в другом конце деревни вернее посредине ее деревня вся была дворов на 120 в одну улицу и школа была там откуда начинали гнать коров на выпас через наш край на следующий день снова ушел в школу и учительница дала мне посчитать букварь блатова и пока она другого ученика что-то спрашивала я уже несколько вперед листков прочитал учительница пошла к нам на завтра за мной домой меня же не пустили и уговорила родители отдать меня в школу мария ванна учеба была приятной легкой и интересной книг не было бумаги не было в школу бежал до первого снегу часто босиком ноги под себя подвернешь и сидишь чернильница у меня была железная я его ставил на угли в печь растаять чернила из красной свеклы делали для учительницы чернила для отметок родители вернее то всегда была сторона матери не велели пить в школе там мирские люди и нам этого нельзя потому на переменах бежали домой а если уж очень хотелось пить и за все время учебы в школе я ни разу не напился там вода бежал только домой любил очень математику первый всегда сделаю сдавал и можно было выйти во двор и уйти в лес или домой когда утрами выгоняли корова роса была холодной то мы ждали лепешек от коров то и в теплой остановились ногами ждали когда же у кого другой корову появится лепешка то и перебегали в нее тепло брат старший был выдумщик сам сделал рушалку молоть пшеницу то а мне шил из березовой коры лапти выходные есть было нечего собирали старую мороженую на поле картошку весной из нее оладьи добрые получались ли беда рыжик а по весне и трава разная план налог эти слова я знал за долго до школы трудодень это что-то было неуловимое на бумаге есть а взять ничего не ухватишь налоги собирала женщинам мытарь пана драла все что только можно было и чего нельзя у нас были гуси и родились хорошо по 11 13 гусят от гусихи к осени были пчелы она приехала и все под метлу забрала и это у инвалида отечественной войны у коллег из десятью ребятишками на руках и власть про это знала сколько потом не ходили но не вернуть потом она напилась зимой упала в мороз саней то и отморозила и руки и ноги слезы сиротски отлились отец обладал удивительной памятью он не просто рассказывал про старинную ранешнюю жизнь это отделилась от настоящего в 1929 году он всегда говорил когда и кто именно это сказал на поле с отцом мы были целыми днями я видел ямки заросшие большие канавы длинные длинные отец пояснял что это была поскотина отделяла покос от выпасов то вот а тут была заимка редькина тут симаковых и столько подробностей столько было печали в этих рассказах как жили как единорично было хорошо как жили одним домом дружно как молились гуляли работали как потом беда пришла как их разграбили все забрали и кто эти что рядом жили потом они сожрали награбленное полезли в колхозная но тут их арестовали в лагерь гулаг да там и подохли а я слушал это сидя или лежа на старом плащишке отца степи и далеко далеко улетала мысль мы сидели плыли облака паслись коровы а мы были на краю побуревшие ямы бывшего погреба чьей-то избы теперь здесь степь поля пустырь а тогда здесь жил хозяин отец был контужен три раза был под землею слышал плохо но здесь он слышал из той дали всех кто и что сказал кто как повернулся отец обладал поистине феноменальной памятью он мог сказать когда и у кого сколько было овец каждую овцу он знал когда она объягнется чья корова гусли до самой малости через 40 лет припоминал разговоры жесты тех людей он разговаривал не со мной а просто рассказывал что так свойственно глухим когда человек мало или сам вовсе не интересует его слушает ли его в рассказах его правдивейших с такими малейшими деталями той ранешней жизни я видел всех я любил тех людей вставали бывшие жней здесь ходили управлялись за скотиной сей лежали создавали пруд разводили рыбу ехали с зерном в город покупали лобогрейки жнейки выгоняли в ночное коней какие то были честные добрые труженики сколько было доброты в тех людях я любил их я плакал их горем я стонал их болью отец не видел меня он был с ними он создавал мой характер дома говорили что нельзя вступать пионеры за галстук сатана потянет в ад если плясал будешь писать вечер на огненных гвоздях это учение матери в то время этого было достаточно чтобы уверить что есть бог есть справедливость и вечность что смерти нет а есть только переход и это страшило нельзя в комсомол потому что подпишешь дьяволу душу и черти будут жечь в смоле в котле кипеть будешь про коммунистов нельзя было говорить даже шепотом заберут сгноят в рассказах отца не было ни йод и фальши он говорил как они приехали из россии как бедствовали как присоединились к киржакам чтобы нарезали в пай земли как справляли праздники в пасху всю неделю не работали какое же все там было хорошее люди жили в достатке были дома их совсем немного в деревне я видел их они мне нравились часовые крыши я развел бы много голубей любили нищих держали пчел свои мельницы и вдруг пришли люди кочкины кондины шаврины пятышевы хватали грабили разоряли за что а те все говорили говорил он проходил свою жизнь он словами гладил своих коней которых они уже успели завести свои прясло стоило всем руководил после смерти их отца наш дядя старший брат отца степан задачу поставил всем поставить дома свой инвентарь уже было почти все особая сорта пшеницы белотурка или в рассказах отец добавлял и штанов то добрых ни разу не поносил степан все говорил еще немного ну вот клеветон заведем просеять пшеницы но еще надо лошадь справить все отняли для чего надрывали зарю зарей смыкали жили и спали в поле бароне жилы вытягиваешь или пашешь себе да людям еще надо чтобы какой рубль накопить какие уроки в этих рассказах я сгорал от пламенного желания мести вот вырасту и всем им отомщу за всех боже мой как хотелось скорее вырасти да разве вырастешь с этой еды мама была дояркой не давала молока хотел или не хотел я выпивал палитре и отмечался на косяке двери скоро и чтобы не слышал я уже смотрел через то что слышал от отца когда он вел меня по ранней жизни я детскими слезинками заливался сзади него а он не видел этого он переходил в меня я придумал виды казни этим извергом рода человеческого но надо быть сильным надо быть ловким неуловимым ловил сусликов потом купил велосипед суслика поймать и его ободрать шкурку высушить сдать в шарщина за 20 километров съездить 3 копейки а если повезет то по теперешней ценам 45 копеек а первый сорт 6 копеек да за 8 то штук трудо день но этого не дадут обманут урежут добыто ружье заряды прячусь стреляю прямо с велосипеда на полном ходу снимаю одной рукой любого воробья коршуна трачу деньги на ножи и пося коров целыми днями мечу ножи плавать надо и главное хорошо нырять целые часы провожу в воде по деревьям лазить дома турник канат шест городки замучил всех рано утром на зарядку готовлю свою команду мстители перестройки главное когда кого убью к нему не подходить и никогда не оставлять следа а кого наказать это на кого больше всего будет от народа жалоб потом выследить и убрать объявить террор потом уже в техниками записался в секцию стрельбы 99 100 и 100 выбивал бокс успехи были очевидны но для чего сам себя обрек на смерть спать ложился и под головой нож топорик ружье рядом собака всегда живым не дамся прости господи прости окончил 10 классов учиться не хотел дальше лучше буду дома лошадей пасти но отец настоял мне пришлось выехать барнаул сдал экзамены в сельскохозяйственный институт на механизацию бы окончить но живя на квартире пошел за водой колонки то и услышал как две женщины разговаривали о детях своих и одна говорит что надо в техникум строительный поступать потому что меньше учиться и всегда будет работа пошел забрал документы из сельхоза и без экзамена по полученным в институте отметкам приняли в техникум на специальность техник строитель промышленного и гражданского строительства закончил за два с половиной года был направлен на работу в органы мвд как с безупречной характеристикой сын трудового народа вольно наемный прораб в лагере близ города иркутска плишкина мужской женские лагеря в школе не было иностранного языка самостоятельно решил заняться немецким языком за шесть месяцев вышел на разговорные брал уроки разговора у одной немки из гдр она там вышла за офицера русского и здесь проторговалась сидела в лагере потом сразу же взялся за английский поступлю в институт международных отношений и уеду за границу когда учился техниками то на преддипломную практику отправили в тайгу в горы волнами шла всю жизнь тяга к духовному к молитве здесь почувствовал что месть не даст желаемого стало жалко всех и пострадавших и гонителей вставал рано и уходил в горы становился на разлапник елей и молился тому кто эти звезды деревья горы и реки сотворил а христе не слышал хотя имя иисуса повторял с детства скверным словом не опоганил свой род и о чем мама сказала что нельзя это это грех то есть старался не делать то а о чем не знал то купался в грехе были далеки женщины мат курева воровство ложь от всего этого бог спас спаси христос маму за ее это наставление армия везде наблюдал за жизнью искал ответы в это время начал уже совсем близко подбираться к евангелию появились книги осипова александра александрович отступника бывший профессор санкт-петербургской академии покупал брошюры эти когда был в армии наглядно там показано состязание верующих с неверующими и я видел что те предложения с какими-то цифрами это главы и стихи библии осиповым не опровергаются что он не может победить силу в этих словах откуда он брал эти предложения то что цитировал брал в кавычки показали на фильм по роману отверженной виктора гюго главную роль жана вальжана исполняет жан габен посмотрели солдатики и позевывая пошли спать нет ничего интересного меня же буквально вобрал себя этот образ как же раньше этого не знал пошел еще раз и еще раз на этот фильм потом еще в город сходил достал книгу прочел несколько раз нет ошибки нет я все так и понял как хотел автор сказать вот она цель жизни так и сказано прямо спасти не жизнь но душу спасти не жизнь свою но душу особенно говорится об этом в главе 13 выписываю все в книге говорится про католического епископа инсеньора бивеню он так помечал читанное в книгах что делал выписки находил суть и виктор гюго говорит думаю что это было из евангелия за дело за живой а что это за книга такая то в это время заканчивал учить французский язык потом уже начал читать газеты все бросил только бы помолиться начал прямо говорить что живем неправильно пост исполнял и в армии в больницах и когда было что мясное то менял на компот отправили психиатрию хабаровский военный госпиталь там выкручивали руки вот и поныне еще не нахожу место сию от минуты все ломит и каждую ночь вместо не нахожу крутили офицеры из политотдела или еще из каких органов были там формы все богу молился усердно был уже вовсе рядом а домашним нашим на алтай сказали уже что по радио слышали передачу о вреде религии и что вот передали а лапкине игнатий что он в армии от веры сошел с ума гриша екименко сам это слышал далее двух солдат сопроводили до барнаула сдали тут психушку начали галифе навешивать это вгонять по пол-литры или больше в ноги через подвешенные сосуды раздуваться кожа начала на ногах приходил врач со шприцом в руках и начиналась беседа еще ли веришь мы тебе так сделаем что ты позабудешь про своего бога и про за границу а скажем что ты сошел с ума от твоей веры вот тут меня уже по-настоящему тревожило что будет поношение на веру христову молился усердно и слал записки чтобы меня наши обнаружили только 13 записка дошла приехали мама с тетей и аким брат меня уже решили отдать но напоследок еще раз сделали несколько уколов горячих и родителям сказали вы его все равно скоро привезете то не позже чем через год видимо была у них такая надежда работать пошел в колхозе на подвозке селоса и сена горело все внутри работал зиму на полях и внутри полыхал огонь дома мне молоко держали на улице принесу раздолблю и жадно пью со льдом молоко и хотя бы закашлял один раз если бы пить стал что водку там или вино сгорел бы сразу так думаю эти волшебники в белых халатах могут все дома стали трепать дяди в форме и без формы приезжать с кем я говорил что сказал да и хорошему все получилось это меня вытолкнуло из дому поехал через москву там жил мой неверующий брат старше на пять лет он меня не узнал я был уже с бородой то он увидел меня и заматерился с испугу куда же ехать дальше по карте поводил пальцем решил ехать в липаю в латвию паспорта нет военная билет не получен и сколько там было мы тарст приехал в наличии было всего 6 рублей месяца за полтора научился латышскому языку стал разговаривать слушать радио читать их книги господь вел своими путями уже совсем близко работал бетонщиком город заграничный прописки нету а я тут беспаспортный и вдруг полковник милиции начальник отдела спрашивает ты что с бородой веришь в бога да верю исповедую он вдруг берет трубку и звонит в отдел кадров где я был и где меня строгая женщина из отдела кадров а твердо заверила что здесь не пропишут приграничный город и вдруг он ей звонит принимай моему разрешили и правда мне потом дали и паспорт и военный билет на корабль не взяли стояла статья военном билете вот главная припона когда психушке я сказал что готовлюсь в институт международных отношений в выезду за границу то они мне сказали забудь этого не будет мы тебе так сделаем что ты никуда не поступишь и не уедешь как же они могут так сделать и доведу я и они все знать меня не будут а вот оно как вышло то никуда не уедешь от своих документов на военном билете так прямо и сказано да еще раз шифровка вяло текущая шизофрения потом после многократных стационарных обследований подтвердят что и не было ничего и нет и будут смеяться психиатры над теми которые мне там хабаровске эту липу дали но и это не без воли божьей иначе уже давно бы где голову свою сложил и может быть и за границей слава богу за все вздумал поступить в мореходку на штурмана конкурс 14 человек на одно место то из четырех предметов выбрал набрал 19 баллов по математике прознали что я могу маленькой стали записки слать абитуриент это и мне пришлось все четыре варианта решать для всех всего состава поступающих то а у себя одну запятую просмотрел ради рада они ущипнуть русского ли ходе это и но приняли начальник экзамена латыш видел что я делает и передаю другим и молчит отвернется это же его братья помогаю латышам может и это еще мне помогло прошел все комиссии строгие здоровье требуется отмена но в армии забирали меня во флот и потому знаю что там нужны не хилики но надо им руки дать военный билет а это конец хождением там статья и вдруг сработало обошлось без военного билета кто-то где-то просмотрел годен перехожу на заочное еду в венспилс запутать след поступить на корабль снова комиссия возвращаясь в липайское училище снимаю копии и по матросам первого класса добиваясь разрешения поступить высшее мереходное училище в ленинграде но сначала надо кончить это в липайе делаю запрос прошу позволить сдать все курсы трехгодичные за один год по выбору комиссии сдавать все предметы на немецком английском или французском языках предел гордости бог же ведет своими путями уже стою у двери своего обращения по иному нельзя город венспилс осень 1962 год однажды сошел на берег то и библиотеку надо пойти и в кино а когда-то видел я фильм тучи над борском как пятидесятники приносят жертву девушку распинают ее на кресте пустой зловредный фильм но и это строку души было вложено интересно узнать что это за люди помогая одной женщине нести ее сумки спросил если здесь баптисты она подвела к собранию вошел в латышская потом попал в русское мало что понял шагнул через скамейки к выходу в это время молились они стоя на коленях через кого-то перешагнул через их ноги за мной вышел мужчина еремеев михаил александр и шофер он пригласил себе к себе и дал адрес тут не написано когда я зашел у латышей а у них так винтовая как бы к стене лестница и туда заходит их пресс-фитер и оттуда проповедь говорит я послушал а меня которые сзади за порядком наблюдают у них именно тогда я увидел видимо 7 минут было двери закрываются никого не запускают там начинают молиться это не я придумал то и он меня спрашивает откуда вы я ему ответил я говорю о чем говорит я не понимаю как не понимаете а вы по-латышски говорите я говорю слова не понимаю я таких слов не встречал тогда идите вот в русской дверь открываешь и прям русское собрание там у них нитки мулины она просто не было на это выше то блаженно нищие духом все блаженства заповеди я слова эти не знаю первая встреча первый раз держу в руках новый завет открыл евангелие от матфея авраам родил исаака исаак родил как так муж и родил считая дальше рождество иисуса христа было так достал бумагу скорее начал выписывать как я делал всегда выписывая самые малые мысли о боге так я заполнил целой тетради из атеистических книг ярославского степанова скворцова осипова черткова уже тогда привлекали какие-то незъяснимой какой-то незъяснимой силы и ясностью слова которые они опровергали я чувствовал что в словах библии есть какая-то удивительная сила и что все доводы и извительность волтера дидро руссо марка твена кассиля что эти их скрижет они ничего им не дают слова которые были выставлены на позор слова библии были для меня друзьями я соединялся с ними списывал их откуда же они и что значит цифры когда начал тетрадь выписывать первую главу евангелия от матфея то через пять шесть стихов уже понял что тут не выпишешь что тут все божественное когда хозяева вошли в комнату из кухни где они были то оставили меня наедине с книгой я уже шел за нагорную проповедь мне казалось что я нашел давно и так жадно ожидаемого друга что он и есть тот кто даст мне ответы на все вопросы это она это то самое что искал по библиотекам по книжным рынкам по читальным залам ну и как нашел что для себя спросили да эта книжка очень хорошая не книжка а книга это часть библии дали они женой анной матвеевной стали говорить мне о ее значении когда же я вошел к ним в кухню то у них дверь сама открывалась и чтобы она не распахнулась они повернули на ключ я-то помню что такое сектанты что-то опасные люди что они людей убивают сразу же приметил себе табуретку если что то табуреткой парами и был таковский то оба были они низенькие ростом чернявая значит все такие вот они какие сектанты заманивают а были эти баптисты но приходящие из пятидесятников потому говорящие на языках быть тому бог знает кому что положить на чем обратить в это время занимался уже еще и латышским и испанским языками и вел те что уже были на разговорном уровне а у них языки это главное их отличие гласолалия и хотя они вошли в аптистскую общину такое был указ от мирских властей после объединения но остались свои группы и молятся на языках им почему-то на другой же день сразу захотелось меня сделать прозелитом именно их веры чтобы если я буду ходить их общину то не присоединился бы к тем кто твердо баптисты но понял бы важность языков и дали прочесть вторую главу деяния апостолов как апостолы заговорили на иных языках веришь ли этому спросил дядя миша а как это может быть что вот так сразу и не учились нет этого быть не может вот вы сколько лет здесь живете в лаву в латвии то умеете ли говорить рунать то есть разговаривать по-латырски то 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 и она это дело трудно и много сил и воли нужно если ты этому не веришь а я буду в другом сомневаться то что же получится у нас от библии одни корочки останутся так нельзя нужно или уж во все верить или не верить подумал я и надо бы верить да как же быть то если не учить язык то а знание языков это мне уже известно хотя и знаю их еще очень плохо но знаю этот труд большой не вмещается и вот как у господа все размерено он знает кому какой стих где у кого больное место кого навстречу послать потом спустя много лет вспоминал этот сентябрьский день 27 числа 1962 года 1700 как было десятизначный будто номер на облигации сошелся всеми цифрами предложили мне помолить это я согласился вы себе а я себе кто как может стали брат и сестра на колени начали своими словами богу взывать а я так как из детства научно начал творить богородицу достойно есть иисусу молитву и кланяю земными поклонами видимо они заслышали движение воздуха то и это моих хозяев смутило это уж потом они мне сказали то что они помнят что при ветре бурном в день пятидесятницы сошли языки открыли глаза то ибо молятся они с закрытыми глазами то видят что я усердно сгибаю плоть зело труждаюсь и подумали значит будет наш пусть пока по-своему молятся это уже неплохо потом сказали бог хочет чтобы человек ему открыл свои желания молитвы это хорошо но у нас же есть и свои просьбы и мы их можем прямо так и сказать бог не осудит и даже похвалит молись брат как молись и молитвой заученной не надо а свои слова это только сказать мне уже 23 год идет и я еще слова одного и на молитве не сказал так чего же мне надо то о чем мне просить молить это вот так вдруг подумал вера у меня нет вот во вторую то главу деяния апостолов то не поверил еще будут такие места будет суд божий мне там гореть если бы еще об этом попросить бога вера же за огромную жизнь у меня была такая есть рай это тем кто на иконах нам туда заказано знал себя хуже всяко пса столько грехов насобирал то и выпивал и всякой нечистоты насобирал что сам себя ненавижу думки о смерти были все чаще и отчетливые особенно в армии когда у нас матрос позняков взял карабина офицера убила еще несколько человек то а у других один из автомата весь караул 13 человек на тот свет отправил то а еще у нас было собрание контр-адмирал выступал ожидали войны с америка из-за кубы что-то на ракеты завезли умру а что дальше от огонь из детства слышал такую фразу что бог говорит людям вроде бы так терплю до конца а а буду мучить без конца как понять без конца это значит будет начало и никогда никогда ни на один шаг к концу не приблизиться все годы размышлял об этой страшной истине что конца моим мучением не будет никогда во веки день и ночь боже мой для чего я родился и себя уничтожить нельзя самоубийцы погибнут дьявол сразу же душу в огонь унесет да лучше бы мне не родиться я родился для огня негасимого конца же ему не будет никогда никогда и надо вот так везем солому на тракторных санях то я лежу звезда надо мной высоко и шума трактора не слышно ты скрип саней и тьма вверху меж звездами и подумаю вот я живой но я умру и буду гореть и никогда даже на шажочек не приблизишься к концу если вы всю вселенную все звезды галактики разложить на песчинки на молекулы то счет этому есть перебрал бы поединой но тут никогда хотелось схватиться за голову и бежать по степи спотыкаться и падать и кричать увы мне увы мне мать зачем же ты на свет меня пустила на какое горе я живу мне уготована погибели нет мне выхода нет покоя много плакал об этом особенно когда был в бане и жар ощущал то душа изнывала смертельно от страха неминуемые расплаты за все как бы хорошо было никогда не родиться когда потом стал читать библию то у его у иеремии нашел этот стих и в житиях то даже я ничего этого не читал просто душа моя чувствовала знала свою участь безнадежности отчаяния так для чего же тогда я молился просто мне было хорошо когда помолюсь а на душе было легко и легче и не страшно ночью идти и среди дурных людей легче было торопимся на занятия уходим